Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Денис Гончарук и в начале выпуска коротко о главных темах. Во дворах не пройти, не проехать. Мы, например, с мужем запаслись резиновыми сапогами. Потому что иначе мы не видим просто из дома. А все из-за чего? Надо вывозить снег. Установившиеся плюсовые температуры превратили дороги и тротуары в самые настоящие реки. Жители города с трудом добираются до нужных им мест. Во-первых, необходимо, конечно, обратиться к образовательной организации, потому что контроль качества питания – это полномочия руководителя образовательной организации. Как кормят школьников? Этим вопросом задался один из жителей города и по итогу выявил в школьной столовой несколько нарушений. Управление образования уже взяли ситуацию на контроль. Подход к решению данных задач должен быть стратегическим, основанным на большом массиве достоверной информации и точных расчетов. Экономическая перепись малого бизнеса. Впервые за пять лет в России проходит сплошное обследование. Отчитаться по необходимым формам предпринимателям нужно до 1 апреля. Подтоп в Канске талые водами топит улицы города. Плюсовые температуры днем установились накануне и за сутки превратили дороги и тротуары в полноводные реки. Жители жалуются – невозможно спокойно передвигаться. Скоро придется доставать болотники. Наш корреспондент Валерия Черных следит за ситуацией. Она расскажет подробнее. Ежегодно с приходом весны городские дороги смывают талые воды. Они превратили Канск в один большой океан. В тимний период слишком мало внимания уделяли уборке снега. И теперь дворы и общественные места буквально плывут. Вот что по этому поводу говорят жители. Во дворах ни пройти, ни проехать. Мы, например, с мужем запаслись резиновыми сапогами. Потому что иначе мы не видим просто из дома. А все из-за чего надо вывозить снег. Я человек советских времен. Раньше все время у нас снег, когда убирался, он всегда вывозился. Сейчас у нас все кучи лежат вдоль дорог. Ну это катастрофа. Это же 21 век. Это вообще ужасно. Это ужасно. Это каждый год здесь вот такой океан. В поликлинику, в детскую, в школу дети на работу идут. И как вот. Это еще благо водитель автобуса такой, что он здесь высадил подальше. А там как. Для того, чтобы не облить пешеходов, проезжающие машины сбавляют скорость. А вот водители маршруток вынуждены высаживать пассажиров в неположенном, но более сухом месте. Сукрубутают стремительно. Снег превращается в каши по всему городу. Ежегодно с такой проблемой сталкиваются воспитанники и их родители детского сада номер 11. Тот, что в самом центре. Конечно, затрудняет подход. Приходится перепрыгивать. Затрудняет подъезд к садику. Неоднократно обращались в службу заказчикам и звонили, чтобы помогли нам в решении этой проблемы. Это ежегодно здесь. На просьбу родителей все-таки коммунальщики отозвались. С самого утра на месте работала снегоуборочная техника. Большинство центральных улиц в Канске похожи на дорогу с препятствиями, где страдают как пешеходы, так и машины, которым приходится лавировать. Здесь, на Бородинской улице, невозможно перейти дорогу из-за огромной лужи. Спасти могут только резиновые сапоги, которые в ближайшее время могут стать главным предметом в гардеробе. Сейчас все силы коммунальщиков брошены на то, чтобы избавиться от океана на предмостной площади. Там уже больше суток откачивают лужу. За раз машина может увезти 10 кубов воды, но так как этого слишком мало, коммунальщики применяют и другую спецтехнику. Откачка ведется практически в круглосуточном режиме, то есть с 6 утра и до 8 вечера. Работает одна АС-машина предприятия ПТСРД. И также сейчас стараемся привлечь еще дополнительные АС-машины для откачки. На предмостной площади дополнительно также ставим для откачки воды мотопомпу. Что касается ливневок, то проблема с ними продолжает существовать. В городе их мало, и там, где они есть, работают исправно. Для того, чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, на их установку ежегодно откладывается около 300 тысяч рублей. Об этом стало известно на одной из комиссий горсовета. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Около 2 килограммов растительных наркотиков были изъяты из-за незаконного оборота. В ходе оперативного мероприятия силовики недалеко от села Новая Солянка обнаружили шалаш. В нем правоохранители нашли три пакета с запрещенным наркотическим веществом. Как удалось установить, владельцем оказался 33-летний местный житель. По его словам, он изготавливал наркотик для собственного потребления, собирая растения в окрестностях. Против сельчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических веществ. Максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы на срок до 10 лет. Скандал вокруг одной из школ города разгорелся на днях в социальных сетях. Причиной тому стало недовольство одного из родителей учеников Организации детского питания. Подробнее в сюжете моей коллеги Юлии Олейниковой. Вот так вот стоит бочок раздачи и бочок помойный рядом. Очистки под столом. Неоднократно дети приходили со школы и жаловались, что в столовой кормят невкусно. Чай без сахара, котлеты кладут голыми руками. Так утверждает автор ролика, который появился на днях в социальных сетях. Мужчина отправился в одну из школьных столовых, а свой визит снимал на камеру. Он делал акцент на том, что работники столовой ходят в масках, надетых не полностью. Меню частично не соответствует заявленному. В завтраке обнаружен недовес на 15 грамм, при норме в 5, а рядом с раздачей находится бак с помоями. Кроме того, автору ролика удалось пообщаться по этому поводу с директором девятой школы. Мы контролируем. Там дежурный администратор. Ответственные за питание в столовой находятся на беремене всегда. Есть у вас родители, которые контрольку это проводят? Обязательно. На сайте у нас в разделе питания родители. Как часто они бывают? Один раз в месяц. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей. Кто-то утверждал, что его дети также жалуются на плохое питание в школах, кто-то наоборот. Считал, что автор видео, ворвавшись вот так просто в столовую, не прав. А то, что он нарушил все правила, это 100%, так как в законе прописан родительский контроль и его осуществление. Должна быть комиссия из трех семей разных возрастов, начальных, средних и старших классов. Три представителя школы, технолог УО, и все это не по акту. В спецодежде и с санитарными книжками. А он нарушил все. Ни разу не видел, чтобы в школах нормально кормили. А что, так можно было просто прийти и зайти в столовую? Я бы тоже посетила столовую. Ребенок ничего не ест, там покупает сосиску и сок. Сосиску греть отказываются, говорят, времени на это нет. А сколько в вашей школе стоит завтрак? У нас, например, 46 рублей 89 копеек. Покушать в общественной столовой на эту сумму. 15 грамм недовеса – это фигня, но с учетом количества учеников – неплохая экономия. А вот бачок с отходами на раздаче – это, конечно, жесть. Нашим дают конфеты вроде. Больше не нравится то, что очень часто дают холодное. И много у кого потом животы болят. Начинаешь говорить что-то, так сразу оказываешься истеричкой. В управлении образования города прокомментировали эту ситуацию. Они отметили, что ревизора уже посетил школу. Но так как сейчас время весенних каникул, полностью организацию питания проверить не удалось. Пока инспектируется санитарное состояние пищеблока. Если после возвращения детей к учебе будут обнаружены нарушения, то перейдут к претензионным работам с поставщиком услуг. Также в управлении образования пояснили, что делать родителям, если их дети жалуются на плохое питание в школе. Во-первых, необходимо, конечно, обратиться к образовательной организации, потому что контроль качества питания – это полномочия руководителя образовательной организации. Если не помогает на уровне образовательной организации справиться с вопросом, есть управление образованием, и тогда мы уже включаемся в ситуацию и пытаемся решить ее как с организацией образовательной, так и с индивидуальным предпринимателем. У нас в этом году 12 жалоб было по питанию школьников. Каждый раз мы по этим жалобам реагировали, оперативно выезжали, организовали контроль, разговаривали с предпринимателем. Где-то предприниматель идет на довольно-таки серьезные меры, например, полностью меняет бригаду, которая не справляется с организацией школьного питания. И мы знаем прецеденты, когда действительно качество школьного питания улучшалось в связи вот с такими мерами, которые предпринимались. Тем временем губернатор Красноярского края Александр Успа требовал ускорить работу по улучшению системы школьного питания. Акцент сделан на том, чтобы его организация была максимально открыта для всех и подключить к обсуждению этой темы краевые и муниципальные органы власти, а также общественность, родители, бизнес, надзорные и контролирующие ведомства. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, Канск, 5 канал. 800 миллионов рублей в этом году планируют потратить власти Красноярского края на ремонт дорог в нескольких городах и из поселков региона. Всего будет отремонтировано 59 объектов дорожной инфраструктуры. Сами деньги были выделены в рамках краевой государственной программы развития транспортной системы. Наиболее затратными станут работы в Железногорске, туда направят 31 миллион рублей, в Ачинске 23 миллиона рублей, а также в Назарово, Шарыпово, Минусинске и Иландском. Напомним, Канск тоже попадает в этот список. На ремонт основного въезда в город участка улиц Шабалина протяженностью немногим более километра от улицы Окружной до съезда на СНТ направят 24 миллиона рублей. Здесь заменят старый асфальт, а также частично земляное полотно. В следующем сюжете вы узнаете, как, сэкономив средства и время, можно оплатить услугу обращения с твердыми коммунальными отходами. За последний год из-за ограничений, связанных с пандемией, значительно выросла доля пользователей интернетом. Ежемесячно специалисты компании принимают свыше 3000 обращений со всего края через различные сервисы – личный кабинет, контакт-центр, обращения через сайт, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Не так давно трендом стал переход абонентов на электронные квитанции, что не только сокращает ваше время, но еще и уменьшит всевозможные риски. Электронная квитанция всегда хранится в вашей электронной почте, в отличие от бумажного варианта, который вы можете потерять или испортить. Платежные документы за текущий месяц доступны для скачивания в личном кабинете. К тому же, вашими персональными данными не воспользуется третий лиц. Кроме этого, абонементы компании теперь могут существенно сэкономить. Платежи за услугу по обращению с ТКО через мобильное приложение «Кварплата АПлюс» либо через банкоматы, терминалы, интернет-банки принимаются без комиссии. Если у вас есть вопросы, звоните или пишите любым удобным способом. Мы на связи 24 часа. А теперь об эпидситуации. По информации Роспотребнадзора, на утро понедельника в Красноярском крае количество заболевших ковидом выросло на 128 человек. На домашнем лечении находится 14 437 пациентов. Взято под наблюдение за сутки 1034 человека. Выздоровели 723. В Каннске за последние сутки выявили одного зараженного коронавирусной инфекцией. А вот в столице региона зарегистрировано 53 человека. На территории Красноярского края продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование. Перед тем, как уйдем на рекламу, блок коротких новостей. Ранее судимого жителя Каннска подозревают в незаконной вырубке леса. Общая сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей. Мужчина спилил 40 сосен, 20 берез и 3 ели. Общий объем вырубленных насаждений более 112 кубометров. Теперь ему грозит срок до 7 лет лишения свободы. В 2021 году сумма декретного пособия выросла в соответствии с утверждением нового рода. Теперь при нормальных родах при декретном отпуске в 140 дней он составит 340 795 рублей. При осложненных родах оплачиваемый больничный лист продлевают до 156 дней. А пособие составляет 379 743 рубля. Правительство рассчитывает продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Цены останутся на прежнем уровне. 1 кг сахара будет стоить 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. 1 литр масла будет стоить 95 и 110 рублей соответственно. При этом заморозка цены на сахар продлена на 2 месяца до июня, а на подсолнечное масло до октября. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, кому стоит обратить внимание на экономическую перепись населения, каких сюрпризов стоит ожидать зрителям от приближающегося большого фестиваля мультфильмов и с какими результатами вернулись каннские спортсмены с краевых соревнований. Не переключайтесь, оставайтесь на пятом канале. Компания «Калибри Деньги». Вы можете оформить займ всего за несколько минут. Для новых клиентов действует акция «Бесплатный займ». Первые три дня пользования для вас будут без процентов. Мы находимся в торговом центре «Порт Артур-1». Евродекор. Место, где воплощаются мечты об уютном доме. Мы собрали для вас алфавит строительных материалов и аксессуаров от А до Я. Здесь каждый найдет то, что так долго искал. Бесконечный ассортимент. Опытные консультанты, знающие все про отделку и ремонт. И, конечно, отличные цены. При покупке от 5000 рублей дисконтная карта на 10% в подарок. С 7 марта по 31 марта долгожданные скидки от магазина «Столица». 20% на весь ассортимент. Наши адреса – торговый центр «Порт Артур-2», ЦУМ «Эдемана-21», а также торговый дом «Восточный квартал». С супермаркетом «Мир подарков» весь март у нас действует скидка на игрушки 15%. Приходите к нам по адресу. Убородинская, 41. Супермаркет «Мир подарков». Слуховые аппараты 26 марта в Каннске с 10 до 11 в Краевеческом музее. Улица Московская, 51. Телефон 8 905 942 43 62. Спешим поделиться новостью, что любой житель города и района может получить более 2000 лабораторных исследований, выполняемых независимой лабораторией «Инвитро». Отличительной особенностью, почему выбирают нас, является быстрые и высокоточные результаты лабораторных исследований, заботливое отношение профессионализм наших специалистов, низкие и доступные цены. Также вы можете получить высококвалифицированную консультацию врача-нефролога. Получить всю необходимую информацию или записаться на прием можно по телефону 8 391 204 65 05 или посетив нас лично по адресу город Каннск, улица Красноярская, 37. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало! Сейчас нашим миром прервано! Требуется новый провайдер! Надежный интернет и легендарное телевидение от Реон Телеком. Для самых чрезвычайных ситуаций. До 1 апреля индивидуальные предприниматели, владельцы микропредприятий и организаций малого бизнеса, каким бы видом деятельности не занимались, будь то торговля, оказание всех видов услуг или производство любых товаров, должны предоставить в Красноярск стат заполненные анкеты о своей работе за 2020 год. Анкеты небольшие, их заполнение займет не более 10 минут. Формы отчетности всего две. Первую заполняют индивидуальные предприниматели. Вторая форма предназначена для организаций. После системного анализа органами власти результаты наблюдений могут быть применены в таких областях, как оптимизация государственных инвестиций в сфере малого бизнеса, инфраструктурные проекты, создание технопарков, особых экономических зон, промышленных кластеров, подготовка кадров и так далее. Подход к решению данных задач должен быть стратегическим, основанным на большом массиве достоверной информации и точных расчетах. Вот почему мы просим предпринимателей проявить активность и предоставить данные за 2020 год. Направляемая анкета должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя и содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя. Получить консультацию по вопросам заполнения форм можно у специалистов Красноярск-Стата. Самый большой международный фестиваль мультфильмов пройдет в Канске. В его программе более 250 фильмов из 30 стран. Стартует показ 26 марта, а завершится 9 апреля. Побывать на нем можно будет в таких поселках и городах, как Нижний Ингаш, Иландский, Абан, Малиновка, Балахта, Солонцы, Лисосибирск, Енисейск, Ачинск, Новоселово, Каратузское и Минусинск. И наш город. Стратегический партнер фестиваля – фонд имени Михаила Прохорова. Организаторы кинопоказов и операторы фестиваля Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Енисейкино. Кинопоказ в городе Канске состоится 8 апреля в 10.30 в Доме культуры «Строитель». Приглашаем на кинопоказ наших самых маленьких жителей города Канск. Главная особенность фестиваля этого года – параллельная онлайн программа мультфильмов, которую могут посмотреть все зрители из России при условии регистрации на сайте Енисейкино. В программу войдут 8 сборников короткого метра и 4 полнометражных фильма. Онлайн-показы будут сопровождать образовательная программа, мастер-классы, фабрики мультфильмов и лекции известных анимационных режиссеров. Две золотые, три серебряных и три бронзовых медали привезли ганские лыжники из первенства Красноярского края по спортивному ориентированию. Проходило соревнование с 18 по 21 марта в Лесосибирске, где собрались около 120 спортсменов из семи территорий края. Медалями были удостоены Анна Михайлова, Виктория Слепко, Ангелина Гафарова и Ярослав Петров. Тренируются ребята под руководством Андрея и Любови Разумовых. Тем временем Наталья Малышка привезла призовое место с краевых соревнований по биатлону. В открытом соревновании на призы двухкратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой приняли участие около 228 спортсменов из Забайкальского края, Новосибирской и Томской областей и девяти территорий Красноярского края. Это все, что подготовила наша информационная служба на сегодня. Вы смотрели новости пятого канала. В студии был Денис Гончарук. Всего доброго. До свидания. Хосмаркет приглашает на грандиозное снижение цен. Совершайте покупки в магазине по адресу город Канск, улица Яковенко, 74. Здесь представлен большой выбор товаров для дома. Посуда и текстиль, косметика, автотовары, инструменты, игрушки, бытовая техника и многое другое. Специально для вас мы снизили цены на весь ассортимент и оставляем их низкими навсегда. Мы сделали переоценку в магазине на все категории товаров. Сейчас будет большое поступление товаров сада и огорода. Приходите и убедитесь, что стало выгоднее. И еще вас ждет 49 наименований товаров по акции. Чтобы первыми узнавать обо всех скидках и акциях, а также принимать участие в розыгрышах, подписывайтесь на аккаунт магазина Хосмаркет в Инстаграм. Хосмаркет, нижнее подчеркивание, Канск. Сохрани бюджет семьи, к нам в Хосмаркет приходи. Привет! Нет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова